Титул Miss Top World Plus Size Ukraine 2020 вручили одесситке Наталье Степановской. Победительница уверена, пышные формы это скорее преимущество, чем недостаток. Самое главное это принять себя такой, какая ты и есть. После победы к девушке пришла популярность, а чему она особенно рада, негатива и зависти по отношению к ней практически нет. Знаете, вот я честно удивлена, у меня не было ни одного негативного сообщения. Единственное, что очень много статей опубликовано, и мне интересно почитать комментарии людей. Кто-то действительно пишет, что вот красавица, молодец, у нас такая гордость, что одесситка. А кто-то пишет, вот такая баба и пьяного мужа домой дотащит. Ну мне, знаете, вообще не обидно, потому что, как любой человек, я умею смеяться над собой, в этом ничего такого нет. 23 конкурсантки со всех уголков Украины готовились день и ночь к важному дню своей жизни. За время подготовки некоторые успели сдружиться, поскольку родные и близкие были у всех за сотни километров. Участницы стали поддерживать друг друга. Во время конкурса девушки обменялись подарками на память. Это лучшее свидетельство теплой и дружеской атмосферы во время конкурса. Конечно же, не обошлось и без казусов, один из которых произошел в самый неподходящий момент, во время оглашения результатов. Случилось так, что еще до момента оглашения результатов по ТСМ показали уже победителя. То есть они пошли за кулисы к судьям, узнали победителя, когда был подсчет голосов, и огласили это ранее, чем был сам процесс награждения. Когда я уже узнала о том, что я победитель, я взяла в руки телефон позвонить маме, дочери и сказать о том, что вот, порадуйтесь за меня, то я смотрю, у меня уже в вайбере смс-ка, мы поздравляем тебя с победой. Поддерживать свою фигуру в тонусе Наталье помогает стрейчинг. Это растяжка с элементами йоги. Также одесская красавица рассказывает, что она любительница покушать, но все же следит за своим рационом, поэтому элементарные правила правильного питания она соблюдает. Не есть поздно вечером и пить стакан воды утром. Если бы мисс Украина плюс сайз 2020 могла дать совет себе 5-7 лет назад, то обязательно сказала бы себе быть уверенней, ярче и не бояться рисковать. Тогда, когда мой муж немного ущемлял меня в том, чтобы не делать маникюр, не купить новое платье, либо еще что-то, я думала, что это нормально, что это так у всех. Но если бы, зная о том, что произойдет сейчас, я, конечно, бы настояла на том, чтобы быть ярче, быть интереснее, быть привлекательнее и, конечно, еще больше заниматься собой. Сейчас же в планах у победительницы развиваться и помогать девушкам с пышными формами избавляться от своих комплексов. Например, создать некую школу красоты или женский клуб. Не против Наталья Степановская пополнить свою коллекцию еще одной наградой. Короной победительницы международного конкурса красоты плюс сайз. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, телеканал Репортер.